Каждый одессит имеет право участвовать в распределении городского бюджета и контролировать расходы власти. Сделать это помогает областная организация Комитета избирателей Украины. В рамках акции «Влияй на бюджет своего города» общественники собирают предложения жителей и разъясняют нормы законодательства. Акция проходила на Соборной площади. Активисты Комитета избирателей Украины предложили одесситам заполнить анкету с пожеланиями городской власти профинансировать наиболее важные с их точки зрения статьи расходов – от ремонта дорог до культурно-образовательных проектов. Идея распределения бюджета по инициативе снизу периодически возникала и раньше, но в полной мере не была реализована. Есть все-таки у каждого какие-то вопросы во дворе, в системе здравоохранения, образования и так далее, которые, на его взгляд, необходимо решать за счет средств городского бюджета. Самая главная цель акции – это показать, в первую очередь, одесситам, что они могут влиять на городской бюджет, они могут влиять на решение городского совета в аспекте того, на что потратить деньги, что приучить их к мысли, что деньги громады, это их деньги, и необходимо активно принимать участие в определении того, на что эти деньги будут расходоваться. И, с другой стороны, показать власти, что одесситы на самом деле интересуются этим вопросом. Предложение по распределению городского бюджета Комитет избирателей Украины принимает и в электронном виде. Эффективность начинания общественников зависит прежде всего от активности одесситов. Каждый, кто проявил интерес к проблеме, получил памятку, как контролировать свои деньги в местном бюджете. Десять советов для активных граждан. Конечно, конечно, безусловно. Если будет контроль, это 50% успеха. Кажется, необходимо контролировать и знать тему изнутри, поскольку власти принимают решения, а люди должны контролировать, иначе у нас не будет никаких продвижений вперед. Хотелось бы, чтобы это было на уровне законодательства, чтобы люди могли действительно влиять. Любой бы, кто бы не был бы, там, мэр, пер, там, и труханов, не труханов, чтобы народ на самом деле имел возможность и контролировать, и влиять. Я просто с ним не очень хорошо относился, но он нашел в себе силы и, как бы, сбежал, по крайней мере, добровольно. Он понял, что не тянет. И хотелось бы, чтобы наши, все руководители, осознавая, что они в состоянии чего сделать, или что, ну, ушли бы достойно и вспоминали бы хорошо. Итоги анкетирования одесситов будут опубликованы. Городская власть получит основу для составления проекта бюджета на будущий год. Вопрос в том, захотят ли депутаты и чиновники учесть мнение горожан. Но если стоять в стороне, все останется как есть. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг».